не суток всех рад приветствовать на нашем канале крипто зомби ребята в этом видеоролике хочу поговорить о многом видеоролик будет очень информативным во первых я к вам прислушиваюсь я очень много балла более не по делу вы мне об этом говорится я постоянно говорю да 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 буду меняться поэтому реально написал себе план и здесь будет очень много я думаю как я считаю полезной нужной информации значит во первых я хочу с вами поговорить о top flower и до рассказать какие-то маленькие моменты быстренько потому как у нас перещат какие-то моменты которые даже я сам не понимал мы с ребятами это обсуждаем я могу рассказать второе ребята расскажу вам по вот этому проектику urban space привет варспейсу по-любому расскажу так же как обычно затрону игры на вакси да какие-то которые как я обещал будем делать ну с обзором каждом видео и есть у меня ребята пару вопросов по вот этому проекту этот у меня будет для вас поэтому давайте обо всем по порядку начнем и все в кратенько быстренько попробуем обсудить и рассказать важные моменты а кстати ребята еще да как обычно хочу парик над подписаться наш телеграм-канал до ссылочка в описании в закрепе но ребята также хочу сказать вчера на меня да то есть мне накидали там 20 тысяч ботов наверное этого я их чистил да ну там чистится чтобы понимали там стоишь в определенное время с этого времени них все очищает но сам факт того что какие-то ребята могли прийти на канал во время того как за залетали боты и возможно кого-то удалил поэтому ребята если кого-то удалил приношу извинения ссылка в закрепе переходите подписывайтесь вот значит поехать по поту флаву что хотел сказать некоторые ребята не понимаю да как ускоривать землю что значит удобрять землю почему желтеет ребята смотрите вот две обычные земли эти земли приносят не100 то есть на мир до когда вы ставите сейчас я покажу вам да когда вы ставите ускоритель да допустим вот смотрите ускоритель да он может работать не в полную силу потому как землю нужно еще удобрять вот это вот эта штучка не нужно удобрять это бесплатная землю удобрять ее нужно когда она станет желтым то есть она пожелтела в ее удобрили и тогда когда вы уже применяете ускоритель, то он уже работает на 100%. Если вы покупаете землю, ребята, внимательно, вот эту третью землю я купил. Я, по-моему, в прошлом видеоролике рассказал, почему я купил, да, потому что, возможно, ее получится в будущем продать. То есть, эту землю я купил, ее вот этими удобрениями удобрять не нужно. Она всегда, то есть, если вам выпал ускоритель, вы применяете на купленную землю ускоритель, она всегда работает на 100%. Ну, думаю, с этим понятно. Также, ребята, затрону быстренько, естественно, как без этого курс. Смотрите, что в данный момент происходит. Вообще, ребята, вы видели, что происходит сейчас на крипторынке? Биток, ВАКС, вообще, ну все, то есть, основные монеты. Это просто ужас. Я не знаю, чем это связано. С какой-то политикой, может, с чем-то еще, но это просто ужасно. Но топ флавер показывает просто нереальный рост. С одной стороны, это радует. Главное, чтобы это не было, как кто помнит, блок фарм. Это проект, с которым я вообще попал в NFT игры, чтобы это не произошло за два дня в 8-10 долларов и просто все не обвалилось. Если медленно, уверенно будет расти, будет круто, будет здорово. Ну и также, ребята, хочу напомнить, это не призыв, это не призыв. Просто напоминаю, что сегодня, по-моему, в 17.30 заканчивается вот эта акция на покупку растений. То есть, если можно сейчас стоить 60 вот этих монет, то будет стоить 200. Все. Поэтому, в принципе, сказал, поэтому объяснил. Теперь, ребятки, Urban Space. Добрый вечер, я здесь Петер. Блин, ребята, я его видел еще, наверное, неделю назад, как-то забыл про него, потому что пока инфы особой нету. Никаких карточек, ничего не за... Ну, на рынке ничего нету. Но сегодня опять мне подписчик написал, такой, думаю, блин, лучше я первое об этом скажу, чем потом за кем-то буду повторять. Значит, ребята, что вам напоминает эта игрушечка? Давайте вспомним. Ну, это просто такая лютая копия Варспейса. Смотрите, значит, что мне понравилось. Здесь они сделали то же самое. Четыре вида, как я понял, значит, ресурсов. У нас там было и здесь четыре вида ресурсов. Все есть здесь. Смотрите, ребята. Крафт и NFT. Все то же самое. Смешиваем три. Такие карточки получаем одну общую. То есть, все то же самое. Здесь все абсолютно просто один в один. Единственное, что пока здесь можно посмотреть, это дорожную карту. Обсудим дорожную карту и вообще расскажу, почему я сейчас сделал обзор на этот урок Бэтспейс. Потому как Варспейс засканился, а разработчики одни, и они даже не скрываются, ребята. Вот в чем прикол. Значит, давайте посмотрим февраль 2021 года. Концепция, производственное планирование, маркетинг и стратегическая сессия. Найденный рок-звезды, разработчики. Какие рок-звезды, пацаны? Вы просто скопировали, поменяли немножко картинки. Ну, хорош. Ля-ля, надо разводить. Играбельный прототип, создание NFT. Значит, апрель смарт-контракт реализован, открытый бета-тест, большой, так, листинг рынка токенов и запуск игры. Значит, в апреле, сейчас у нас что? Февраль, потом марта у нас будет, да? Все понятно. А, блин, я перескочил, ребят, сорян. Вот он. Март 2002, первый NFT. Веб-сайт, маркетинг, управление сообществом. И в апреле у нас будет запуск игры. Все. Дальше не вижу смысла рассказывать. Вот он, смотрите. Алексей Костарев. Это у нас все то же самое, ребятки. Это все то же самое. Извините. Значит, почему я решил сказать? Естественно, я никогда в жизни не буду входить в этот проект. Но, ребята, давайте вспомним, кто сделал какие иксы конкретно на флиппе карточек. На пассах, на NFT-шках, в Варспейсе. Это были просто лютые иксы. Лютейшие. О чем я, что я имею в виду? Если они, а я-то уверен, что они будут делать по той же схеме, если они сами сделали по такой же, как в Варспейсе, значит и продажа пассов, вот это запуск пассов, да, на рынок и так далее будет по той же схеме. Я думаю, получится сделать иксы. А знаете почему? Казалось бы, люди умные, Варспейс, Команул не полезут. Знаете, что я вам скажу? Полезут. Все равно полезут. Вот не знаю почему. Вот думаю, что полезут. Потому что, ну потому что вот так устроен, вот так все мы устроены. Поэтому, ребята, за проектом пишите в чате по-любому. Будем следить. Будем наблюдать по проекту 100%, что будет как. При первой же, я буду следить, и я уже подписался там и на Discord. Все, потому как, ну, 100% очень интересно что-то будет. Будем следить. Будем пробовать флипать. И флипнуть здесь, я думаю, может попробоваться очень как бы и ни хрена себе. Все, ребята, не буду долго застрять на этом внимание. Пока как есть. Об этом высказался, сказал. И теперь есть у меня вопрос. Мне писали тоже ребята в комментариях. И писали в Телеграме тоже. Goblin Wars. Ребята, что я хочу сказать? В общем, у меня, я изучил с небольшого проекта. Почему он меня заинтересовал? Небольшой вход. И поэтому, в связи с чем у меня есть просто к вам вопрос. Кто уже вошел в проект на протяжении какого-то времени, не знаю, играет, отпишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, хочу пообщаться, дабы сделать видео более конструктивным, да, а не просто вот, чтобы была какая-то конкретика и прям, ну, 100% инфа. Поэтому, ребят, кто вошел в проект, если таковые имеются, соответственно, если таковые имеются, напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотел бы задать пару вопросов. Все, об этом тоже сказал. И осталось у нас, как я обещал, значит, посмотреть по Атомику, как без этого, потому как обещал в каждом видео делать. Ну что, во-первых, ребята, давайте посмотрим на курс ВАКСа. Это очень больно и грустно. Вчера это было у меня, по-моему, 190, сейчас данный момент 164. Ну, ладно, на этом не будем застрять внимание. Ой, ой, смотрите, куда Варспейс ушел. Ой, ладно, отвлекся. Значит, давайте по проекту, в котором у меня есть паки, естественно, и просили меня также по еще одному. Естественно, как обещал, обо всем покажу, обо всем посмотрим. Значит, смотрите, у меня есть вот этот пак, который я и брал по 10 долларов. В данный момент, как вы видите, цена именно такая же. 10 долларов, да? 10 долларов. Были 2Х, мне говорили, фиксируют. Также, помню, один товарищ писал по поводу, что взял по 15, кто-то и по 17, наверное, брал. Ребята, мое мнение касательно проекта. Запуск, как планировался, да? Опять же, смотрите, как говорил, вот, они проводят розыгрыш паков. Вот, это вот этот проект, который я сейчас показываю. Я в Телеграме постил, что у них сейчас будет какой-то розыгрыш паков. Опять же, там нету рефок. Вот так просто, типа, на шару кому-то. Поэтому я решил, ну, а вдруг, типа, а вдруг. Первое, у них проводится розыгрыш паков. Второе, 26 числа у них будет распродажа паков. И, по-моему, минимальная цена на нефте-блоке, ребята. Минимальная цена пака будет 30-ка. Распродажа паков. И, опять же, напоминаю, запуск 5-го числа. Поэтому, ребят, это не финсовет. Держу 2 пака. Не знаю. Я буду держать. У меня есть предчувствие, что может что-то еще получится, какие-то иксы сделать. Но не забывайте, что в данный момент вообще, в принципе, весь рынок находится в какой-то стадии говна, короче. Да, все очень грустно и печально со всеми токенами. Просто, ну, максимум. Ну, кроме топ-флауера. Этот зайчик вот у нас прямо растет как положено. Поэтому, ребята, не паникуйте. Ну, по крайней мере, я не сильно паникую. Да, опять же, не сильно большие были вложения. Попробовать что-то можно. Поэтому наблюдаем, смотрим. 26-го числа обязательно, ребята, расскажу по поводу продажи паков 100%. Вот. На этом заострил внимание. Ну, и, конечно же, тоже, как меня просили, как я делал обзор и просили сделать, контролировать этот процесс. Смотрите, значит, Dead City. Так, там выпал кому-то. Так, сейчас давайте посмотрим. Вот. Вот. Оооо. Смотрите. Вот этот пак я хотел купить тогда. Да? А нет, это другой. Вот этот. Ну, в принципе, здесь цены держатся. Я не знаю тогда, что за паника. Ну, почти там. Чуть-чуть. Чуть-чуть упали цены. Чуть-чуть упали цены. В целом, с большего цены держатся. Не вижу, как бы, особо никакой вообще паники. Да? Друг, который писал, что ему там выпал за бак за сотку. А бак он взял за 30. По-моему, да? Если ничего не путаю, не ошибаюсь, напиши, бро, в комментариях. Я, правда, не знаю. Я не знаю по равности ты не говорил, что там по равности этих игроков. Но, в целом, в принципе, считаю, довольно, как бы, ну, вполне все пока нормально. Единственное, что все смущает, что в целом все койны летят вниз, да? Соответственно, из-за этого как бы идет какой-то этот. Поэтому, ну, пока тоже наблюдаем. Все нормально. Не вижу никакой паники. Все, ребята. На этом у меня все. Если видео было полезно, подписывайтесь на канал, ставим лайки. Напоминаю, что когда набирается 1000, мутим стрим. Все делаем круто, все делаем четко. Всех обнял приподнял. Всем спасибо. Всем пока.